Здесь конвекция, да, вынужденная какая-либо? Не получается. Сибирь, своя собственная, не та, что была на теплых холодных фронтах и объединилась, стала общей. А вот она, своя собственная, потому что так ведет себя воздух на протеоклюзии по типу холодного. Более холодный толкает, менее холодный, и он в летнее время, когда еще и конвекция поможет, поднимается вверх. А теперь сравните эти два фронта и скажите, на каком из этих фронтов куча дождевых облаков больше? По типу теплого или по типу холодного? По типу холодного. Холодного. И здесь, и здесь. Больше здесь. Поэтому, если рассматривать грозовую фронт, рассматривать грозовые явления на протеоклюзии, то можно сказать, что протеоклюзия по типу холодного, он опаснее грозового фронта по типу теплого. Потому что преобладает количественно больше силы, причем дождевых облачностей. Продолжение следует. Продолжение следует...